Куллияту деббра ль-илмия, аилмун ва-а-илм. Куллияту деббра ль-илмия, аилмун ва-илм. Куллияту деббра ль-илмия, аилмун ва-илм. Куллияту деббра ль-илмия, аилмун ва-илмия, аилмун ва-илм. То есть, грубо говоря, если ребенок родился в понедельник, то ахика будет, когда у нас воскресенье. Потом барак луфикум первый день считается с какого по какое время, с магриба до магриба. То есть, грубо говоря, в воскресенье после заката родился ребенок. Он в какой день родился? Он не в воскресенье родился, он когда родился? В понедельник. Если ребенок родился в понедельник после заката, он когда родился? Получается во вторник. И, соответственно, если ребенок родился в воскресенье после заката, тогда ты барак луфикум седьмой день. когда будет воскресенье, потому что он родился, если воскресенье после заката, значит он родился в понедельник, значит седьмой день будет воскресенье до заката, потому что Баракулуфикум воскресенье после заката, это уже будет восьмой день Баракулуфикум. Что касается имен, то имя можно давать на седьмой день, Баракулуфикум, как в этом хадисе. Имя можно давать после рождения, как, допустим, пророк, салаллаху алейхи вассалям, Абдулла Абназубаря, назвал Абдуллой в день его рождения. Можно давать Баракулуфикум заранее, как Всевышний Аллаху Субану Атали рассказал о пророке Яхья. Он еще не родился, но Всевышний Аллаху Субану Атали сказал о том, что будет родиться пророк у него, и будут его звать как Яхья. Поэтому можно придумывать имя заранее, можно Баракулуфикум придумывать, то есть имя дать. То есть имя дать Баракулуфикум тоже очень важно брать. Некоторые думают, что давать имя это какой-то определенный обряд. И делают это таким образом. Подходят вазан, дают в ухо, а потом говорят, твое имя Абдулла. Нет, такого нет, это Баракулуфикум придумали муллы, священнослужители, которые пожирают имущество людей без права, чтобы пожирать их имущество и брать у них за это деньги. Нету в исламе такого обряда, как что? Давать имя. Давать имя Баракулуфикум, когда ты просто людям говоришь, просто говоришь людям, его имя Абдулла, понятно, да? Имя его Абдуль-Азиз, имя его Абдул-Рахман, имя его Абдул-Рахим, ее имя Аиша, ее имя Хадиджа, ее имя Фатима, ее имя Джувария и так далее и тому подобное. Понятно, да? Вот это смысл саммагма, то есть дал имя. Просто решили назвать так, понятно, да? Сообщаешь. А какого-то определенного обряда и так далее и тому подобное нет. Что касается Баракулуфикум, того, что практикуют многие люди, а это Азаны, Икама, Вуха, новорожденного, что касается Икама, то нет у нас вообще ни одного хадиса. То, что, мол, левое ухо дается Икама. Что касается Азаны, Баракулуфикум, то этот хадис слабый. Этот хадис слабый, Баракулуфикум. Поэтому, когда рождается ребенок, в день рождения Баракулуфикум никаких обрядов не делается. Максимум можно объявить его имени. На седьмой день мы режем, что? За мальчика двух барашек, за девочку одну барашку. На седьмой день мы бреем голову, как мальчику, так и девочке. Есть некоторые фухаха, которые говорят, что бреется голова только мальчика. Это не совсем правильно, Баракулуфикум, бреется голова как мальчику, так и девочке. Потому что это Аль-Аза. То есть, видите, Аль-Аза, Проксаласам сказал, И очищается их голова от того, что причиняет страдания, от того, что причиняет ребенку страдания. Это касается как мальчика, так и девочки. Затем Баракулуфикум, это место, то есть, когда мы побрели голову, голова обрабатывается благовониями. Не надо ни в коем случае Баракулуфикум брызгать на голову ребенку одеколон или спиртосодержащие, что благовония. Нет, используйте масла Баракулуфикуму, не причиняйте страдания вашему ребенку. И последнее, что делается, дается осадок. То есть, примерно ты смотришь, сколько волос вышло. Если волос, допустим, вышло 3 грамма, сколько 3 грамма серебра в серебре, ты взмешиваешь в серебре, сколько 3 грамма серебра стоит в той валюте, в той местности, в которой ты живешь, даешь садока, можешь дать больше, и все, Баракулуфикум. То есть, и что касается Баракулуфикум ахыка. Ахыка – это Баракулуфикум обряд именно жертвоприношения. Накормить людей, то есть, вот я принес, сделал ахыку. Это мясо Баракулуфикум я могу пригласить накормить людей. Я могу Баракулуфикум все мясо съесть сам. Я могу все мясо раздать садока, разницы нет. То есть, ахыка – это не вот это вот приглашение. Это дозволено и так, и так, и так. Ахыка это именно сам обряд жертвоприношения. Поэтому Баракалуфикум самое главное зарезать на седьмой день. Если ты даже хочешь позвать гостей, ты можешь позвать и на восьмой, и на девятый, и на десятый, когда тебе удобно. Баракалуфикум в любой день, когда тебе удобно. Никакой разницы нет. Понятно, да? Вот это такие самые основные моменты, связанные с вопросом Ахыка. Тот, кто хочет с этим вопросом познакомиться подробно, то, как мы сказали, Баракалуфикум, он, иншалаталя, скачивает статью, и в этой статье, с дозволением Аллаху спонталя, знакомится с положениями, связанными с рождением детей. В 883-х хадиса начата, ради Аллаху, анха, калят, кануфель джагилия теза аккуани саби, во время джагилии арабы и многобожники, если делали Ахыку за ребенка, хадабу кутна бедами ля Ахыка, они брали ватку, макали ее в кровь, того барана, который резали, фаизахаля кураса саби, когда брили голову ребенка, и вот этой кровью мазали голову ребенка. И ложили эту кровь на голову ребенка. Пророк сказал, заменить кровь чем? Благовониями. Замените кровь благовониями, как мы сегодня уже об этом сказали. 884-х хадис, ан Юсуф ибнумагак, каль, Юсуф ибнумагак говорил, да халь, некоторые люди задают вопрос, хорошо, брат, иногда бывает, по той или иной причине женщина задерживается в роддоме, и не получается на седьмой день побрить ребенка, ничего страшного, как только выйдет, если не получилось на седьмой день, то на восьмой день, если на восьмой день, то на девять, как только выйдет мать с ребенком, если у нее самой нету возможности, если вы не можете ей передать станок баракалуфикум, и не надо бояться, сейчас, аль-хамду ля, вот все эти станки, которые продают, они называются безопасные, правильно же, все эти станки, если намылить голову ребенку, детское мыло, и так далее, очень легко бреется голова ребенка, ничего в этом сложного нет, но если вдруг даже так получится, что сама женщина не может, и никого в роддоме этим попросить не может, как выйдет, так сразу и повредит, но что касается архи-кабара, калуфикум, то надо срочно постараться зарезать ее на седьмой день, если не получается на седьмой, то на четырнадцатый, если не получается на четырнадцатый, то на двадцать первый. В восемьсот восемь четвертых хадисах Юсуф ибнумах говорил, Мы вошли к дочери Абдур-Рахмана и спросили ее об Акифе, и она нам сообщила о том, что Аиша, раду и Аллаху Анху, сказала ей, что посланник Аллаху Ассалам говорил, За мальчика нужно зарезать два барана, А за девочку одну барашку. В восемьсот восемьдесят пятый хадис, Умм Курс рассказывал о том, что он слышал, как пророк, салаллаху, алейхи вассаляма, говорил об Акифе, сказал, За мальчика режется два барана, А за девочку режется одна барашка. И нету разницы, будь это бараны или овцы, то есть будь это самцы или же самки, разницы нету бараковиков. Две самки, два самца, самец, самка, разницы нету бараковиков. Восемьсот восемьдесят шестой хадис, Также пришло в подобное реваяти, от нее, но есть еще добавка, То есть за барана режется, за мальчика, извиняюсь, за мальчика режется два одинаковых барана. Я сказал ему, то есть Ата, передача кладисы, Мальмукафиатан, что значит одинаково? Аля митлян, чтобы они были похожи друг на друга. Дукрануга хаббу ля ямин инафихима. И это фатва. А там он говорил, если будет самцы, то для меня это что, любимее нежели девочки. Любимее нежели. То есть подобный бараковиков примерно одинаковый вес, а примерно одинаковой породы. Что касается мальчика-девочки, то мы видели бараковиков со слов проксосом, что разницы нет, Ата же говорил, мне любимее. Может быть любимее с той стороны, что обычно бывают бараны, то есть самцы бывают более крупнее, нежели самки. 887-го хадиса. Аннас ибнумалик. Аннас ибнумалик говорил, Акка Расуллах Асалсаман Хасан Ва Хусейн Би Капшейн. Аннас рассказывал о том, что проксосом делая Акку за Хасана Хусейна, за каждого из них зарезал два барана. То есть, чтобы кто-то не понял за этого хадиса, что за Хасана Хусейна в общем два барана. Нет, за Хасана два. И за Хусейна два. Есть некоторые люди, говорят, Барак Лауфикум, о том, что если ты режешь бараны на Акку, то нельзя ломать кости. Да, если нельзя ломать кости, эти кости нужно закопать, на это нету никакого достоверного довода, ни в Куране, ни в Сунне Пророка. Восьмая глава Бабу Маджафиль Валима и Уйджава Теддау. Глава о том, что было упомянуто у Валима. Валима обычно чаще всего называют Барак Лауфикум свадебное угощение, но иногда Валимой также называют просто угощение. Уайджата Беджава Теддау и ответ на приглашение. 888 хадис. Анана с радой Алланома на набии, салаллаху салям, аулема аля София бисавык битамор. Передает Анана с радой Алланом, что пророк, салаллаху алейхи васалям, когда угощал свадебным угощением, то есть людей, после того, как женился, угощал их савыком и там. Савык Барак Лауфикум это блюдо, которое делали арабы, Барак Лауфикум, там мука, топленое масло и финики по аркалуфикам. То есть, такого было вещение. И в этом указание на то, что хадис, которым Пророк с Аллахом обратился к Абдурахману ибн Ауфу, аулем валял веща, сделай валиму хотя бы, и свадьбу многочиней, хотя бы барашкам, что не является в аркалуфикум условием в действительности валима, это что наличие мяса. Пророк с Аллахом были в сафаре по аркалуфикуму, и не было у них возможности. Поэтому, если у человека нет возможности зарезать вараны, или же купить мясо и так далее, и он накроет то, что накроет в этом проблеме. Братья барашкам, очень важно понимать, что не должно быть такалюфа. То есть, когда мы приглашаем гостей, не надо заниматься такалюфом. То есть, если что-то не в твоих силах, не надо вылазить из шкуры вон, накрывая людям то, что в твоих возможностях. В тот же момент, барашкам, бывает у человека дома продуктов нет, но, аль-хамдуля, у него есть деньги пойти купить себе продукты. И он жадничает, и под лозунгом «Не надо заниматься такалюфом, идет и не покупает гостю». Ничего барашкам подает из того, что дома есть. Особенно, если люди такие, которые обычно привыкли кушать в ресторанах и так далее, какой-то богатый человек. Обычно у него дома бывает, что там, например, у него там стоит, не знаю, там кофеварка стоит, он кофе себе варит, печеньки и так далее. И вот пришли гости, он говорит, «Вот, по сути, не такалюфа, не должно быть». Это неправильно, потому что это с твоей стороны есть суть жадности. Такалюф, мы говорим, это когда человек, барашкам, нет у него возможности что-то купить, он идет, берет взаим деньги и так далее. Как прочли некоторые люди, барак луфикум, одному из праведных предшественников, и он поставил им хлеб и соль. И они начали макать хлеб и соль, и один из них сказал, «Ой, если бы, говорит, здесь еще был затор». Затор, барак луфикум, это знаете, примерно на что похоже. Вот представьте, например, кто-то возьмет зелень, ну, известную вам, допустим, петрушка, укроп, например, кинза и так далее, и высушит ее, а потом очень-очень мелко-мелко-мелко порубит. И потом вот это вот высыхает, но затор это именно трава. Берут разные травы, вот так вот мешают, туда добавляют семена этого халву, из чего делают? Семен чего? Нет, не нашу халву, а тут в Судане. Куда? Кунжутные семечки, еще что-то и так далее. И вот арабы, особенно барак луфикум в Шаме, в Иордании, в Сирии и так далее, они очень любят таким образом завтракать. Берут, допустим, лепешку, макают ее в оливковое масло. Здесь у них стоит барак луфикум, вот эти вот сушеные травы, макают в эти травы и кушают. То есть это очень-очень вкусно получается. Кстати, есть тоже такой рецепт. Особенно советую тем, кто страдает от излишка солей в организме, товарок луфикум разбавляет немножко соль такими травами. То есть вы покупаете сушеные травы, бывает же продаются всякие сушеные травы. И допустим, даже если вы ложите солонку, например, в солонке у вас, допустим, 100 грамм соли, вы 50 грамм соли оттуда уберите и добавьте туда эти травы. То есть вы уже на 50% употребление солей уменьшите. Это вот кто любит салатик посолить и так далее и тому подобное. Вот этими травами. И во-вторых, эти травы, они очень полезны для употребления. Вот особенно затор. То есть если кто-то едет в Умру, едет тот-то в Хач, и вы заходите в супермаркет, спросите, где тут затор. Очень приятно пахнувшая смесь такой раздробленной травы. Раз помешаете солью, будете употреблять пароклубфикум и для здоровья очень хорошо. и иншалатали уменьшите употребление большого количества соли. И вот к чему мы начали говорить про затор. Был бы затор, пришли гости. Да, и вот пришли к этому праведному предшественнику, люди, он поставил им хлеб и соль. И они говорят, вот был бы еще бы затор. Если я не ошибаюсь, это Салман Аль-Фариси был, ради Аллахуана. И он, Бараклубфикум, вышел куда-то, пришел и принес им затор. И эти люди потом начали соль затором помешали, вкуснее поели. Один говорит, хвала Аллаху, который, говорит, удовлетворил нас тем, чем наделил. Что ему Салман сказал, если бы ты был бы доволен тем, чем тебя Аллах наделил, то я бы, говорит, свой кумган, кувшин, с которого я делал тахарат, не оставил бы сейчас залога эту продавца в магазине. Да, потому что ему не было денег, у него не было денег купить это затор. Ему пришлось оставить вещь в залог, вараклубфикум. Вот, поэтому не должно быть токальюфа. Понятно, да? Что, что у тебя есть, или то, на что у тебя возможность есть, выкладывайся по полной программе и не жадничай. Как мы говорим, не завязывай, а значит тебе будет завязано. Или же не считай, иначе для тебя начнут считать. Но если у тебя нет возможности, вараклубфикум, то не надо заниматься токальюфом вычурности, как у нас вплоть до того, что люди даже пусть Аллах обережет, свадьбу играют, и даже поминки справляют, идут, кредит для этого берут в банки, пусть Аллах обережет. Но саллах аль афу аль афи. 889 хадис, и говоря об этом, мы тоже побуждаем и другую сторону, тех, кто приходит в гости. То есть если ты вдруг пришел к какому-то бедному брату, или сестра пришла к бедной сестре в гости, и та подала то, что ей было облегчено, или то, что им было облегчено, не надо ни в коем случае обвинять и говорить, вот пожадничал, не накормил, не напоил и так далее, и тому подобное. Это неправильно, баараклубфикум. Понятно, да? Если ты знаешь, что положение этого человека тяжело, то есть ни в коем случае его не упрекай, потому что не надо его побуждать, там, долги брать и так далее, и тому подобное, как в истории Салмана Аль-Фарис. Анафи, Анафи рассказывал, Анафи рассказывал о том, что Ибн Аумара, если кто-то приглашал, то он и шел к тому, кто его приглашал. Если он держал в разах, то он отвечал, и шел в гости, потом делал дуаи хозяева, чтобы Аллах надели к баракатам в тумман саров, а потом уходил. Анафи рассказывал, если же он в этот день ел, то он садился и кушал. Анафи рассказывал о том, что Ибн Аумар говорил о том, что посланник Аллаха, салла Аллаху алейхи вассалям, говорил, если вас позовут на копытцу барашки, от этой части до нижней, если готовят же, с чего обычно холодец готовят, если вас позовут даже на эту копытцу барашки, то есть там же мяса, ничего же нет в этом месте, все равно отвечайте, все равно отвечайте, то есть не брезгуете. В 890-х хадис, Анафи деля Ибн Масуд, Кали Расулла Ассалям, Абдулла Ибн Масуд говорил о том, что посланник Аллаху алейхи вассалям говорил, отвечайте на приглашение, и не отвергайте подарок, и не бейте мусульман, и не бейте мусульман. В этом баракалуфикум опровержение тем, кто занимается всякого рода единоборствами, будь это бокс, будь это карате, будь это тэквондо, будь это бои без правил, и так далее, и то подобное. Когда между собой кто-то говорит, брат, мы просто спаррингуемся, Прасулла Ассалям сказал, не бейте мусульман, бейте грушу, проблем нет. Берите вот это, как называется, чучело бросайте, там через себя проблем нет, но мусульман не бейте. Что касается ответа на приглашение, баракалуфикум, то мы вам говорим, что если пригласили именно тебя, и приготовили именно для тебя, и ты держишь в разу необязательную, тогда ты, баракалуфикум, обязан что? Сделать тифтар. Если же баракалуфикум общее приглашение было, и пригласили всех в общем, и ты, допустим, тебя лично не приглашаю, а в общем всех. И что кто-то, братья, как у нас в Судане, баракалуфикум, здесь вот приходит человек и говорит, братья, вот у меня ахыка, валима, всех молящихся, приглашай к себе домой. И ты держишь в этот день в разу, то ты можешь поступить, как поступил Абдулла Ибнумов. То есть если держишь в разу, то идешь туда, делаешь за них два, и уходишь. Баракалуфикум. Если же ты не держишь, тогда ты кушаешь. И уаля тарудуль хадия, про подарок мы с вами уже до этого говорили. Основа это, что принятие подарка. То есть подарок не отвергается, если только нету какой-то веской причин. Правильно? Что ты боишься, что этот человек начнет тебя упрекать, или что он тебя чем-то обязывать будет, и так далее, и тому подобное. В 891 хадис Анана Синкаля Каля Расулла Саманас рассказывал о том, что посланник Аллаха салла Аллаху алейхи вассалям говорил Если меня позовут на копытце баране, то я отвечу Если мне даже подарят это копытце, то я его приму. Пророк салла Аллаху алейхи вассалям о брате говорил Дарите друг другу подарки, будете любить друг друга. Дарите друг другу подарки, будете любить друг друга. И первое, с кого нужно начинать, это кто? Твои близкие, родные, родные. Барак Аллаху фикрум. 892 хадис Ананас ибнумали Канас ибнумали говорил Кто-то из моих дядей приготовил посланнику Аллаху салсам еду. И он сказал Я, говорит, хочу, чтобы ты поел в моем доме и помолился в нем. То есть кто-то из этих дядей приготовил еду, позвал пророк салсам и сказал Можно ты придешь ко мне домой и меня покушаешь и помолишься у меня дома? Фатагу расулю Аллахи салла Аллаху алейхи вассалям вайдафиль байте фахлю мин тилькальфухуль И он увидел, что в доме в аракулуфикум была циновка из пальмовых волокон. И тут шейх в аракулуфикум говорит внизу То есть вы же видели вот листья пальмовые волокна их плетут, плетут, плетут и из него сделал что циновка? Фамара биджани бин мингу Потом он приказал край этого что сделать с краем? Приказал взять край этой циновки То есть перевернул ее потом на нее погрызгал То есть как бы освежили чтобы она была помягче эта циновка потом помолились он молился и мы помолились вместе с ним сказал Анас ибну Малик Братья в этом хадисе Баракулуфикум указание на скромность пророка Саллаху алейхи вассалям То есть люди такие бедные были несмотря на это что у них даже циновка такая грубая была и он при этом пришел и ответил на их дуал помолился Баракулуфикум вместе с ними Это очень-очень важно И последняя Баракулуфикум девятая глава она тут приходит без названия просто названа Баб глава 893 хадис Ана Беразин Радуи Аллаху ангу Анна Усали Расулла Самфакаль То что однажды он спросил пророка Саллаху алейхи вассалям и сказал Поистине мы резали жертвенных животных И вот тут Баракулуфикум шейх Альвани очень важную сноску сделал Скал То есть они это делали во времена Джагилии То есть он рассказал Абуразин о том что они делали во времена Джагилии в месяц Раджик Поистине мы резали то есть жертвенных животных и сами кушали и кормили тех кто к нам приходил На этом по милости Всевышний Аллах заканчивается десятая книга книга о жертвенных животных Аллаху альм